Невозможно помочь тому, кто не готов сам себе помогать. Это нереально. Но когда я вижу, что вы боретесь, когда я вижу, что вы карабкаетесь. Я вам когда-нибудь рассказывал эксперимент с хомячками. В Украине мне рассказала одна девушка такой интересный вещь. Она как раз работала, работала какое-то медицинское учреждение. Они провели эксперименты с этим каким-то хомячком, или как-то называется, на название забыл. Они провели много-много экспериментов. И она работала именно там, где делали разные эксперименты на насеком, на животное и так далее. Лаборатория. И ее задача была какая? Каждый вечер, оказывается, у нее были дежурные через двое суток. Но каждый вечер, перед вечером, кто дежурный был, его задача была такой. Из этих или из континента, откуда-то бы радовался, 10 хомячков, стакане положить, стакане положить, и это хомячка бросать туда. Так, стакан-то привернут, но хомячок-то же не знает стеклянный стакан. А хомячок начинает думать, что надо подниматься вверх, чтобы спасти себя. Вот банка, она сказала, не банка, банка. Банка. Банка, она сказала. И каждого по отдельности, оказывается, составляет. Каждого по отдельности. Или так, что ли, или так, в общем, не помню. В общем, банки. В общем, она сказала, что каждый по одной банке бросает, и всегда бросили по 11 штук. По 11 штук. И каждый день их делят эксперименты. Соответственно, когда эксперименты, они умрут. Они умрут, и так далее, и так далее. Послушайте, интересная вещь. Я когда это слышал, я это сделал для себя правило жизни. Потому что это характерно нам всем. Мы живые существа. Знаете, что она сказала? Она говорит, знаете, наставник, вот 10 стакан, или 10 банков, скажем. Я давайте это нарисую, чтобы вам было это видно. Смотрите, это очень-очень интересная штука. Она сказала, что вот, смотрите. Она сказала, вот 10 стакан, скажем, вот так. И она сказала, что вот эти хомячки мы бросаем. Вот они. Каждый, скажем. Ну, я не очень художник, в общем, вы поняли. Каждый вечер ее задача бросить туда, чтобы этот хомячок ничего не кушал, нигде не болит, и чтобы голодался сутка, оказывается. Или вот так. В общем, вечером они обед, когда она придет, после смены вечером оставляют, и завтра утром их дает лабораторию, операционку. И она сказала, что среди этих 11, которые мы бросаем, всегда или 10, в самом первый час все борются. Все пытаются подниматься вот так вверх, чтобы выбраться. Все пытаются выбраться из стакана. Постоянно все. Но пройдет 2-3 часа, потихонечку-потихонечку начинают успокоиться, сидеть, сдаваться. И она сказала, всегда появится одно, всегда, которое до утра неустанно поднимается. Она сказала, поверьте, вот послушайте интересную вещь, я просто хочу, чтобы вы это поняли. Она сказала, что вот всегда появляется одна, которая, знаете, вот до утра не успокоится. Поднимается, падает, поднимается, падает, поднимается. Утром даже приду, она говорит, вот так сидит, снова поднимается. Она сказала, мне стало именно этого жалко. Я начал именно таких спасти. Она говорит, мне, знаете, она говорит, я первые 2 раза, 3 раза внимания обратил как-то, но меня это внутри мучило. Она сказала, внутри у меня что-то происходило. Меня реально, говорит, внутри перевернуло. Я иду домой, вы представляете, вот послушайте до конца. Она говорит, я постоянно думаю, как, как это так? Я себя чувствовала, такая злодейка, такая вот, вот такой, что я участвую, убиваю этого, того, что хочет жить. Но мне было наплевать на остальных, хотя они все одинаковые. Но у меня даже, как наши красоты, фиолетово, я запомню ваш термин. Вот, мне было все равно на остальных, но вот это, мне внутри как-то превратили. Потом она говорит, я думала, думала, у них же было 10 штук, 11 она сама добавила касса. Она сказала, потом я начал по один делать, и тот, который каждый раз вот так себя вел, я его спас, это 10 отдал им. Она говорит, протяжении 3 года я начал так делать. 3 года там работала, она говорит, мне было просто больно, я вот это тот, который вот так вел себя, я начал его спасти. Я его забирал, 10 штук отдавал им, 11 сама добавила. И внимание обратите, а какой вывод? Вы знаете, это для меня стал жизненным уроком. Знаете, я брал три урока, я брал три урока из этого. Три важные урока брал от этого. Первый урок такой. Вот это старание, стремление, даже врага, даже палача заставляет стать милосердным. Это же действительно так. Вы смотрите, они же те люди, которые убьют их. Даже твое стремление, твое старание, не то что там нейтрального человека, даже палача, палача, сделает по отношению к тебе милосердным. Если ты будешь стараться. Тебе чиновник не делает документ? Ходи. Тебе не делает? Еще раз ходи. Еще раз ходи. И когда-нибудь он сам начинает тебе помогать. Блин, он селит 3 года, давай, ну в конце концов, давай ему поможем. Вы согласны со мной? Не важно. Твое стремление, твое старание, вот этот труд, даже твоих врагов делят тебя помощником, союзником. Вот что происходит. Никогда нельзя останавливаться. Это вообще крутое. Первое, что я понял, что стремиться, верить, твоя вера заставляет других верить. Вот во что ты веришь, это твоя вера настолько крепкая, что это заставляет других верить. Сначала, конечно, все смеются, конечно, того и так далее. Со временем начнет тебе верить. Второе. Второе. Нельзя сдаваться. Нельзя сдаваться. Надо бороться до конца. Надо бороться до конца. Вы согласны, что вот в этом случае, ну выглядит, как будто выхода нет, все равно завтра умрет. Но кто-то появится, тот, кто видит выход. Получается, что тут даже это, выхода есть. Нельзя сдаваться. И третье. Никогда не будь как все. Никогда не будь как все. Потому что тебе не должно останавливаться только потому, что кто-то рядом пристал. Тебе не должно останавливаться, потому что никто не борется. Тебе не должно останавливаться, если другие не верят. Как вы думаете, это хомячок? Смотрел на других? Видел других? Но он. Брал от них пример? Скорее всего, он был занят своей стратегией. Никогда не будьте как все. Это очень опасно. Очень опасно. Знаете, почему, например, я уверен, что остальные, у них, внимание, братья, у остальных было время смотреть на других. У этого время даже не было. Просто ему не до этого было. Просто не до этого. Хочу сказать, когда у человека есть вера и стратегия, человек, когда он не смотрит на друга, кто что делает, ему это неинтересно даже. Он идет за свои цели. Он идет за свою мечту. Вы знаете, мудрый человек из этого делает очень-очень сильный урок. Дело в том, что мы все живые существа, нам характерны эти вещи. Нам действительно эти вещи характерны. Никаком случае. Вы знаете, когда я этот пример слушал, я сидел, думал, за всю свою жизнь никогда никогда не сдамся, черт побери, что бы ни было. Честно, когда я это слышал, я сидел, думал, это такая мудрость. Вот она скрит. Вот она что. А вы знаете, когда вы молитесь перед Аллахом, говорите, Аллах, помоги мне. Аллах таким языком тебе дает знаки. Он отправляет вам через кого-то, кого-то и языком кого-то. Либо через книгу, либо через какой-то рассказ, либо какой-то пример, либо через чего-то тебе дает понимание, тебе дает, показывает. Ты же просил у меня, вот тебе. А если ты поймешь и возьмешь, делаешь, не поймешь, ну, значит, я опять выбрал другое. Извини. А теперь у меня к вам такой вопрос. Вы все равно в жизни, вы все равно в жизни, в разных областях своей жизни, вы все равно кто-то из этих являетесь. И вам самим выбирать. Вот этим быть, или этим, или этим. Вы согласны со мной? Да. Субтитры создавал DimaTorzok